Муаммар Каддафи – один из самых противоречивых и амбициозных политиков в истории арабского мира. За годы своего правления ливийский лидер успел поссориться и помириться практически с каждым государством на планете, реализовать и провалить несколько амбициозных проектов, а затем трагически погибнуть от рук повстанцев. С момента его убийства прошло уже более 10 лет, но историки и журналисты до сих пор окончательно не разобрались, кто стоит за жестокой расправой над Каддафи. Так кому была выгодна смерть ливийского лидера? За что его ненавидели в Европе и Соединенных Штатах? И кем на самом деле был Каддафи – кровавым диктатором или пламенным патриотом? Подписывайтесь на «Теорию всего» и жмите колокол. Попробуем разобраться! Теория всего Человек пустыни Муамар Каддафи родился в бедуинском шатре, в пустыне недалеко от города Сирт, на западе Ливии. Его родители – представители небольшого племени Каддафа, были неграмотными и не вели записи о детях, поэтому дата рождения политика доподлинно неизвестна. Официально ей считается 7 июня 1939 года. В школу Муамар пошел в 9 лет, но, следуя за отцом-кочевником, был вынужден менять одно учебное заведение за другим. В это время Ливия была одной из самых бедных стран Африки. Ее территориями десятки лет распоряжались европейские колонизаторы. Сначала Италия, а после Второй мировой войны – Франция и Великобритания. Формально Ливия обрела независимость в 1951 году. Государство возглавил британский ставленник – король Идрис Ассануси. В обмен на денежные выплаты он предоставил Великобритании право использовать ливийские порты и аэродромы в военных целях, а французам и американцам сохранить за собой военные базы, расположенные на территории королевства. Соединенные Штаты, в свою очередь, обратили внимание на главное богатство Ливии – нефть. Американские компании занялись разработкой местных месторождений, щедро делясь прибылью с королем Идрисом. А рядовые ливийцы тем временем продолжали жить в нищете. Это сильно задевало молодого Каддафи. Еще в школе его кумиром стал египетский президент Гамаль Абдель Насар. Он пришел к власти в результате военного переворота и последовательно выступал за арабский национализм. Вдохновленный идеями Насара, Каддафи организовывал в Ливии демонстрации и распространял плакаты с критикой монархии. Во время акций в городе Сепха Каддафи даже арестовали, но молодой революционер перебрался в Мисурату и продолжил свою оппозиционную деятельность. Военный переворот В 1965 году Каддафи окончил Королевскую военную академию в чине лейтенанта. В среде курсантов и молодых офицеров тогда были сильные революционные настроения, подогреваемые примером соседних Египта и Алжира. Муаммар воспользовался ситуацией и собрал вокруг себя группу единомышленников, недовольных политикой короля Идриса. Позже объединение получило название «Свободные офицеры» в честь аналогичного движения Насара. Подпольщики готовили восстание против монарха около пяти лет. Все это время ливийские спецслужбы оставались в неведении о готовящемся заговоре. Наконец, летом 1969, воспользовавшись отъездом короля Идриса на лечение, революционеры захватили Королевский дворец, радиоцентр и правительственные учреждения. 1 сентября Ливия была провозглашена республикой. Муаммар Каддафи объявил об этом по радио. Граждане Ливии, в ответ на ваши сокровенные чаяния, армейские силы свергли реакционный и коррумпированный режим, зловоние которого вызывало тошноту и шокировало нас всех. После переворота страна была объявлена Ливийской Арабской Республикой, а ее верховным органом стал Совет Революционного Командования. Новый режим присвоил 27-летнему Каддафи звание полковника и назначил его верховным главнокомандующим вооруженными силами страны. Молодой революционер возглавил и сам Совет, став фактическим главой государства. Курс на процветание Первым делом Каддафи закрыл военные базы США и Великобритании и выселил с территории страны 20 тысяч итальянцев, оставшихся там еще с колониальных времен. Иностранные банки и вся принадлежавшая итальянцам земельная собственность были национализированы. Условия по нефтяным сделкам полковник Каддафи объявил несправедливыми, поскольку американские корпорации получали с них больше выгоды, чем ливийцы. Он установил свои цены на природные ресурсы и национализировал собственность иностранных компаний. Это принесло в бюджет Ливии около миллиарда долларов только в первый год после начала реформ. Вырученные деньги Каддафи вкладывал в программы соцобеспечения. В стране началось строительство школ, больниц и многоквартирных домов. Ливийцы, которые при монархии жили в ведуинских шатрах, потянулись в города. При новой власти увеличился срок обязательного школьного образования с 6 до 9 лет. А высшее образование стало бесплатным. В городах появилась особая сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания. Специальные аптеки отпускали лекарства нуждающимся бесплатно. Бензин стал стоить дешевле воды – около 14 центов за литр. По некоторым оценкам, к 1979 году Ливия обогнала Британию, Италию и Японию по доходам на душу населения и достигла самых высоких экономических показателей на всем африканском континенте. Ливийский народ буквально боготворил Каддафи, но только на первых порах. Социализация экономики и радикальные ограничения для частного бизнеса привели к рекордному уровню безработицы. Доля сельского хозяйства оставалась мизерной. Страна продолжала закупать продовольствия на полтора миллиарда долларов в год. Но главной проблемой стала ничем не ограниченная власть Муаммара Каддафи и жесткие репрессии по отношению к реальной или потенциальной оппозиции. С политическими противниками полковник расправлялся быстро и жестоко. Например, в 1978-м таинственно исчез прибывший в Ливию лидер ливанских шиитов и основатель движения Амаль, имам Муса-ас-Садр. Каддафи утверждал, что Садр уехал из Ливии в Италию, но в Ливане уверены, что полковник приказал убить Садра или посадил его в тайную тюрьму. Для эффективной борьбы с инакомыслием Каддафи создал тайную полицию. По данным оппозиции, в период с 1969 по 1994 год в результате репрессий погибло 343 ливийца, выступавших против режима Каддафи. Власть роскоши С каждым годом Каддафи прибирал к рукам все больше политических институтов. В 1973 он написал «Зеленую книгу» – труд, в котором изложил свои взгляды на государство. Политик предлагал верить управление страной в руки ливийского народа, но отказаться от всего, что совращает людей и способствует политическим спорам, то есть от партий, референдумов, частных СМИ и светских законов. В результате государственным строем Ливии была провозглашена Джамахирия – власть народных масс. Ее суть заключалась в оригинальном смешении постулатов ислама, национализма и левого анархизма. В 1977 году Ливийская республика получила новое название – «Социалистическая народная ливийская арабская Джамахирия». Каддафи распустил революционное командование и правительство и объявил высшим органом законодательной власти всеобщий народный конгресс, а исполнительный образованный им же высший народный комитет. «Вся власть принадлежит народу, народным съездам, народным комитетам, и люди не желают никому свою власть передавать». Сам полковник как бы ушел в отставку, но сохранил при этом всю полноту власти. Таким образом, избавившись от лишних, по его мнению, органов управления, Каддафи стал неограниченным диктатором. Вся власть и деньги перешли в руки его родственников, друзей и соплеменников. Постепенно возникла тяжелая коррумпированная структура. СМИ оценивали состояние ливийского лидера в 200 миллиардов долларов. По факту эти деньги лежали на счетах госкомпании и правительства Ливии. Но, по словам экспертов, Каддафи не видел разницы между своими личными активами и ресурсами страны. Точное же количество принадлежавших полковнику особняков и вилл, разбросанных по всему миру, неизвестно до сих пор. Современники отмечали, что Муаммару Каддафи нравилось купаться в роскоши. Он тратил огромные деньги на одежду, пластические операции и личную охрану, состоящую только из девственниц. Позже злые языки обвинят политиков в систематических изнасилованиях, в том числе групповых. На праздниках у ливийского полковника выступали ведущие мировые знаменитости. Его личный самолет был отделан серебром, а в его дворце даже диваны и мухобойки были отлиты из чистого золота. Кроме того, ливийский лидер никогда не приезжал в другие страны без своего знаменитого бедуинского шатра. Роскошную палатку разбивали в Москве, Париже, Брюсселе и Киеве. Вместе с ним приезжали и живые верблюды, чтобы Каддафи мог каждое утро начинать со стакана свежего верблюжьего молока. Поддержка терроризма Во внешней политике Каддафи всегда оставался сторонником панорабизма. За четыре десятилетия своего правления он неоднократно выдвигал планы объединения арабских стран в федерацию или конфедерацию, подписывал договоры и соглашения, но каждый раз эти планы терпели неудачу из-за внутренних разногласий. Ближе всего к реализации была идея создания Федерации Арабских Республик с участием Египта и Сирии. Формально союз даже существовал с 1972 по 1977 год, но потом распался. При этом Каддафи оказывал широкую поддержку национально-освободительным движениям в других странах. Это сильно осложняло отношения с мировыми лидерами, так как большая часть группировок, спонсируемых режимом Каддафи, считались террористическими. По подсчетам экспертов, Ливия помогала примерно 30 экстремистским организациям, таким как Ирландская Республиканская Армия, Баскская Эта, Итальянские Красные Бригады, Красная Армия Японии, Фракция Красной Армии Германии, Палестинская группировка Абу Недаля. Каддафи обвиняли в том, что и сами ливийские спецслужбы совершают теракты против граждан стран Запада. Так, 5 апреля 1986 года на дискотеке «Лабель» в Западном Берлине, популярной среди американских военных, прогремел взрыв. В результате 200 человек были ранены, 3 человека погибли. В произошедшем обвинили ливийцев, после чего президент США Рональд Рейган отдал приказ о бомбардировке Ливии. Ее жертвами стали десятки мирных жителей. В ответ 21 декабря 1988 года в небе над шотландским местечком Локерби был взорван пассажирский Боинг 747, выполнявший рейс из Лондона в Нью-Йорк. Погибли 270 человек. В этом теракте также обвинили спецслужбы Ливии, после чего на страну были наложены экономические санкции. За Каддафи на долгие годы закрепился статус террориста. В начале нулевых лидер Джамахерии был вынужден помириться с США и Европой. Под гнетом санкций доходы Ливии от продажи нефти упали до критической отметки. Каддафи взял ответственность за авиакатастрофу над Локерби и выплатил огромные компенсации семьям погибших. Он также признал, что почти три десятилетия пытался разрабатывать оружие массового поражения. Американские и британские власти выступали с соответствующими обвинениями еще в 70-х, но тогда он упорно это отрицал. В итоге санкции отменили, а отношения с Западом постепенно начали нормализовываться. Смерть диктатору В 2011 году Ливию накрыла так называемая «Арабская весна» — серия антиправительственных протестов и демонстраций, которая прокатилась по странам Ближнего Востока и Северной Африки. Толчком к выступлениям послужил акт самосожжения тунисского торговца фруктами Мохаммеда Буазизи. В знак протеста против полицейской коррупции и жестокого обращения он облил себя горючим на площади перед мэрией. После успеха в Тунисе волна беспорядков ударила по Алжиру и Ордании, Египту и Йемену, а затем распространилась на другие страны. Вслед за соседями на улицы вышли и ливийцы. Они требовали отставки властей. Каддафи пытался подавить восстание танками, авиацией и артиллерией, но на сторону бунтовщиков встали США, Лига Арабских Государств и Евросоюз. Активнее всех Великобритания и Франция во главе с Николе Саркази. Люди в мире уверены, что у нас кризис, что у нас катастрофа, что у нас проблемы. Мы же не считаем это ни ливийским кризисом, ни ливийской проблемой. Это очень ограниченный частный случай, касающийся борьбы с вооруженными преступными бандами, сумасшедших и маньяков. Тем не менее, вскоре события переросли в полноценную гражданскую войну. В марте Совет Безопасности ООН объявил над Ливией бесполютную зону, а также прямо запретил иностранную оккупацию. Игнорируя это, Катар направил сотни военнослужащих для поддержки мятежников и вместе с Францией и Объединенными Арабскими Эмиратами предоставил повстанцам оружие. 30 апреля в результате натовского авиаудара в Триполи погиб шестой сын Каддафи и трое его внуков. Ливийский лидер заявил, что готов к перемирию и призвал страны НАТО к переговорам. Но Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Каддафи, а повстанцы объявили награду в более чем полтора миллиона долларов за его голову. Мы пойдем миллионным маршем, чтобы очистить Ливию дюйм за дюймом, дом за домом, квартал за кварталом, улицу за улицей, человека за человеком. Пока страна не очистится от грязи и нечистот. Мы не можем допустить потери Ливии. В конце августа оппозиция с помощью авиации НАТО заняла Триполи. У Каддафи осталось всего два города – Бенни-Валид и его родной Сирт. Там развернулись ожесточенные бои. Утром 20 октября мятежники в очередной раз штурмовали Сирт. Каддафи попытался вырваться из осады. Ходили слухи, что группа южноафриканских наемников собиралась вывести его в Нигер. Когда лояльные джамахерии военные с большим количеством оружия и боеприпасов выезжали из города, их настигла бомбардировка самолетами стран НАТО. Каддафи был ранен в голову и ноги. Еще живым он был схвачен повстанцами. Несколько следующих часов над ним жестоко издевались, снимая происходящее на видео. Истекающего кровью полковника тащили за ноги по улицам Сирта и сыпали ему на раны песок. А потом мертвое тело выставили на всеобщее обозрение в холодильнике для овощей в торговом центре в Миссурате. На протяжении более четырех десятилетий ливийский народ жил под властью тирана, который нарушал основные права человека. Теперь торжество, которое мы увидели на улицах Ливии, показывает, что стремление к человеческому достоинству гораздо сильнее любого диктатора. Похоронили Каддафи в ливийской пустыне. Могилы его близких родственников в Сирте осквернили и уничтожили. За что убили Каддафи? Ну почему с Каддафи расправились таким жестоким образом? Они арестовали и не предали международному суду. По одной из версий, инициатива убить Каддафи якобы исходила от американских банкиров. Полковник пытался перевести весь арабский и африканский мир на расчеты в единой валюте, обеспеченной золотом. Идея заключалась в следующем. Драгоценный металл обменивался на природные ресурсы. Если бы золотой динар был введен, то страны-экспортеры энергоносителей сильно выиграли бы, так как получали бы до 20 тонн золота ежегодно. В то же время доллар был бы смещен с ведущих позиций в мировой экономике. По другой версии, предлогом для расправы с ливийским лидером стали огромные подземные запасы пресной воды, ценнейшего для Африки ресурса, найденные на юге страны в начале 50-х. Муаммар Каддафи решил направить ее на нужды Ливии. Так родился проект самой грандиозной ирригационной системы в истории человечества – Великой Рукотворной реки. Ее строительство разделили на 5 фаз, или этапов, реализация которых должна была занять 25 лет. С помощью своего огромного трубопровода политик рассчитывал не только полностью решить проблему с бытовым водоснабжением населения, но и дополнительно ввести в сельскохозяйственный оборот сотни тысяч гектаров земли. По его собственным словам, пустыня должна была снова стать зеленой, как флаг ливийской джамахерии того времени. Но завершить удалось лишь три фазы проекта. По еще одной версии, уничтожить Каддафи хотели не банкиры или американцы, а вполне конкретный политик – президент Франции Николай Асаркази. Его обвиняли в получении денег от ливийского диктатора на свою предвыборную кампанию в 2007 году. Французский лидер якобы мечтал похоронить вместе с Каддафи свои грязные секреты. Сам Саркази все обвинения отвергал, а прямых доказательств передачи ливийских денег будущему президенту Франции так и не нашли. Тем не менее, в 2021 году суд приговорил Саркази к году тюрьмы и двум условно по делу о коррупции, злоупотреблении влиянием и нарушении тайны следствия. А затем ему добавили еще год за превышение лимита расходования средств на избирательную кампанию. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон назвал ошибкой участие страны во вторжении в Ливию и осудил все, что было сделано с этой страной. Согласно еще одной версии, убийство Каддафи – результат сговора западных спецслужб, а причиной стало желание полковника обзавестись ядерным арсеналом. Так или иначе, революция, вмешательство западных стран и уничтожение Каддафи имели самые разрушительные последствия для ливийского государства, его населения и экономики. Ливия превратилась в перевалочную базу для представителей международной преступности, центр незаконной миграции и контрабанды оружия. Ситуация осложняется действиями на ее территории боевиков группировки ИГИЛ, проникших в страну весной 2014 года через практически неохраняемые границы. Распадающееся после свержения Каддафи государство стало привлекательной целью для мирового джихада. Сюда перетекают боевики из зон других вооруженных конфликтов – Сирии, Йемена, Афганистана и африканских стран. Это дестабилизирует весь регион. Страна стала еще более разрозненной, разбитой на локальные территории, а огромное число людей живут за чертой бедности. В результате боевых действий была разрушена практически вся инфраструктура. А пока в стране нет стабильного правительства, ливийские нефтяные месторождения активно разрабатываются в основном европейскими и американскими нефтегазовыми компаниями. Более 85% добытого таким образом сырья по дешевке продается в Европу, еще 13% – в Азию, около 30% ливийской нефти поступает в Италию, 14% – в Германию, по 10% – в Китай и Францию и 5% – в Соединенные Штаты. По последним подсчетам ОПЕК, общие запасы ливийской нефти в 2020 году составляли 48 миллиардов баррелей. Это самый большой показатель на африканском континенте. А как считаете вы, были ли у Каддафи шансы превратить Ливию в африканский рай? Кому на самом деле была выгодна его смерть и почему с политиком расправились так жестоко? Пишите свои мнения в комментах, не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на теорию всего, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!